всем привет дорогие друзья с вами павел георгиев компания георгий стрел в этом видео расскажу как получить китайские права русскому туристу все очень просто здесь на самом деле выглядит для этого нужно просто обратиться специальное скажем учреждение в котором выдают или это может идет в аэропорту моем случае это не получилось сделать потому что в аэропорту этот день сотрудника скажем местного гибдд не работал поэтому я поехал напрямую в учреждение где можно получить китайские права это нужно для того чтобы вы могли управлять либо мотоциклом либо взять автомобиль на прокат в общем их ведут временно для туристов это новое введение так что пожалуйста пользуйтесь пойдемте вместе со мной покажу как это сделать для старта вам нужны права и китайский перевод можно очень простой незаверенно это реально и фотографии фотография забыл дома поэтому надеюсь что их здесь делают в общем пойдемте покажу как все это выглядит как оформлять на самом деле очень сомневаюсь что мне разрешат здесь снимать потому что это полицейский участок но посмотрим так ну что ищем я взял международные права ну на всякий случай я думаю можно взять обычные российские колонии международные также являются которые вы пользуетесь ну я взял свой международный перевод частный кабинет куда мне обращаться в общем направили мне здесь к сотруднику которого я соответственно буду оформлять все документы я рекомендую вам взять фотографию лучше заранее потому что здесь ничего не понятное платить только карточкой или вичатом я не знаю что это сделаю сейчас наверное попрошу вот там отдам наличку в общем лучше с собой возьмем фотографию как и говорил мне помогли и я им отдал наличку они это делали вот как и говорил если оплатят через свеча то у меня там денег нет ну в общем как и говорил мне помогли и я им отдал наличку это будет сто процентов проще и лучше для вас и удобно там видимо сейчас внизу выпадет моя фотография все готово ну вот друзья сейчас сижу на оформлении и самый главный момент международные права не подходит вам нужно российские права обязательно должны быть официальный перевод и чтоб на документе стоял отвечать иначе вам ничего не оформит имейте ввиду поэтому запоминаем берем фотографию три на четыре цветную берем наши российские права соответственно на них должен быть официальный перевод чтобы было понятно писать фамилия имя отчества печать на документе и соответственно ваш паспорт ну и сами права просто подаете и здесь вам уже начинают все оформлять так дальше мне дали документ который надо подписать где написано в общем что я совсем согласен за безопасность и так далее все такое в общем ответственно мне расписываемся мы подходим к пагеи это было не быстро это было почти час сейчас мне уже вижу начинает изготавливать водительское удостоверение сейчас я его получу выйду вам все расскажу на что нужно обратить внимание то все таки во первых получить права во вторых сделать это по максимуму быстро я прошел тот путь уверен он поможет вам что получать эти права потому что не все так просто и хотя все заявлено что прийти получите то это не совсем так здесь нужно документы и немножко все своеобразное поэтому я все расскажу по порядку спокойно запишите и пользуйтесь пожалуйста моим видео для получения китайских прав на хайнане получил права наконец-то ура но дорогие друзья я стал обладателем китайских временных прав скажу так это не очень быстро не совсем просто на что обратить внимание ну во первых я скажу так вам понадобится только российское удостоверение вот именно вот такого формата только российское удостоверение международные права как взял я вы видели самом начале видео дать они не нужны по ним не выдают права нужны именно ваши местные права по ним вы получаете потом соответственно вам потребуется ваш заграничный паспорт и вот здесь два момента если у вас есть китайская виза то а и вы соответственно выдаёте китайскую визу они на ее срок китайской визы выдают вам эти временные китайские права если вы прилетели по групповому списку вас должен быть обязательно распечатанный распечатанный групповой список вы его передаете им и соответственно на тот период пребывания на острове которого находится вам делают права и еще самый главный момент не забудьте не забудьте сделать переводы желательно чтобы там стояла печать даже не желательно обязательно перевод прав потому что я это делал заказывал международных да сейчас я еще с этим немножко помучился да в общем немножко договорился скажем тогда и мне дали вот такие по таким правам что это показал что есть фамилия и имя одинаково и так далее но имейте до таких прав нужно обязательно делать перевод китайский желательно что стояла хоть какая-то печать не обязательно нотариально заверено хоть что-то было чтобы это было похоже на документ хотя мне сказали да это уже достаточно просто обычного перевода чуть ли не на коленке но тем не менее чтобы у вас не было проблем было проще что вам никому не звонить не бежать подготовьте полный комплект документов и так еще раз водительское удостоверение ваше местное групповой список или виза соответственно дальше фотография нужно вот такая фотография кстати обратите внимание мне сделали 32 на 22 миллиметра 32 на 22 миллиметра и соответственно ваш паспорт и тогда после этих документов сдачи а здесь сразу скажем местном гибдд это в санья находится или в аэропорту вам будут вот такие временные китайские права по которому вы можете передвигаться как раз на то время на которое вы находитесь на острове вы их можете сделать там в этот раз да и соответственно если следующий раз прийти вы снова делать такие права они не действуют на положительный период единственно если у вас какая-то мультивиза до китайская они будут на период пребывания в стране на этот период ну что я получил права соответственно следующий мой шаг это поиск транспорта об этом я думаю сделал отдельное видео пойду сниму себе автомобили мы здесь поездим в этом путешествие я приехал с мамой поэтому хочу показать по максимуму поэтому я заморочился с водительским удостоверениями чтобы по максимуму объехать остров ну что спасибо что смотрите мой канал всегда стараюсь быть полезным рассказывать всякую интересную информацию прохожу сам первым скажем сложным путем многие вещи и делюсь этим с вами напоминаю что я занимаюсь продажей туров на остров хайнань вы всегда можете обратиться ко мне ниже под видео есть мои контакты есть прямого цап а ссылка на сайт так что буду рад видеть вас своих друзьях и конечно же своих туристов ну что смотрите мои видео подписывайтесь на мой канал оставляйте лайки увидимся в следующих видео пока